Друзья, всем привет! 4 дня назад, то есть 12-го числа, вышла новая версия GPT-O1. Это новая серия версий, моделей GPT. И главное отличие в том, что она может рассуждать, то есть ввести логическую цепочку мыслей, развивать сложные задачи на более мелкие и решать вопрос какими-то другими способами. Сейчас разберем несколько статей, то есть да, где анонс был у нас, и также описание и сравнение текущей модели с предыдущими. В текущей статье в анонсе напишут, чем она отличается. То есть данная модель O1, она будет больше тратить времени на ответ, но она будет стараться его решить. Тут объясняется, как это работает, что дается больше времени на ответ, и все это время, что модель думает она, ищет различные варианты и возможности реализации. Также здесь сравнивается, что текущая модель работает так же, как и аспиранты, так как модели тестируются на различных олимпиадах, в информатике, математике, химии и других предметах. Так как эта версия только что вышла, в нее нет возможности загружать какие-либо файлы, фото, и также она не может пока смотреть ничего в интернете. Но я думаю, со временем это все подгрузит. Также здесь говорится, что эта версия достаточно важная в прогрессе, и так как для решения сложных задач данный подход является более эффективным, нежели все предыдущие версии. Об этом еще немножко скажем позже. И основная статья, в которой расписывается, как это работает, описание и сравнение, сейчас по ней пробежимся. В этой статье очень много цифр сравнения, поэтому если вам будет интересно, я оставлю ссылку в описании, сможете там посравнивать, посмотреть все это. Будем опрягаться на самую основу и то, что нам интересно. Здесь вот важный момент, здесь расписывается, как это работает, и про цепочку мыслей, что текущая модель может строить цепочку логических мыслей и разбивать сложные задачи на более простые. Понимать, где модель ошиблась, принимать какие-то другие подходы к этой задаче, к решению этой задачи. И это и делает эту модель гораздо эффективнее. Также здесь показаны примеры из разных областей, там шифрование, кодирование, математика, английский и так далее. Здесь мы можем посмотреть, как отвечал GPT-4O, и, соответственно, текущая модель GPT-O1 Preview. Важный момент, что сейчас модель используется только Preview. Конкретно сама GPT-O1 будет чуть позже. И там еще есть еще одна модель, это GPT-O1 Mini, а не чуть позже, скажем. Также, чтобы наглядно показать подход, по которому работает данная модель, бралась, значит, Олимпиада по информатике. И смотрите, здесь важный момент. То есть у нее были такие же условия, как у остальных участников. Ей давалось 10 часов времени и разрешалось подать 50 заявок на каждую задачу. То есть это брался вариант ответа, подавался, отмечался неверным и оставалось еще 49 заявок на текущую задачу. Модель могла подумать, проанализировать свой ответ, понять, что неправильно и выдать новый ответ. И с текущими 50 заявками модель набрала 213 баллов. Когда увеличили число заявок до 10 тысяч, то модель набрала 362 балла уже, что указывается выше порога золотой медали. Также здесь показана статистика с соревнованиями по программированию. И здесь сравниваются различные модели. То есть можем встретить нашу текущую модель Preview, будущее O1, которая выйдет чуть позже, я так понимаю, и еще какая-то модель. И видим, насколько отличаются результаты с текущей версией GPT-O4O. И теперь пару слов о модели O1 Mini. Эта модель более дешевая и более быстрая, так как для O1 Preview дается больше времени на подумать и рассудить о различных путях реализации. GPT-O1 Mini, она является более быстрой и дешевой, так как для O1 Preview нужно больше времени на подумать и, соответственно, это стоит дороже. Поэтому для того же API будет лучше использовать Mini. Как минимум, это будет дешевле. То есть результаты у нее чуть хуже, но все же они не так сильно отличаются от обычного Preview. Сейчас указывается, что по API данной модели Mini и Preview доступны только пользователям пятого уровня. Для пятого уровня там нужно иметь большие оплаты, это можно посмотреть в документации. И там обычно это выдается, когда у вас большая компания какая-то. Также на этой странице мы можем посмотреть скорость ответа GPT-O4O, O1 Mini и скорость O1 Preview. Насколько быстро они отвечают, рассуждают. То есть скорость ответа Omini была 9 секунд, а Preview вот думает. Около 30 секунд, по-моему, выходит. В принципе, про Mini больше сказать нечего. Это просто более оптимизированная модель для скорости, но с качеством ответа чуть хуже. Также мы можем посмотреть API, документацию. И здесь уже у нас есть модели O1 Preview, Mini, но они пока что нам недоступны. И как я говорил ранее, данные модели пока доступны только пользователям пятого уровня. Обычно это какие-то большие компании. Также в разделе Pricing, где мы можем посмотреть цены для каждой модели, у нас пока нету Preview и Mini, так как мы можем использовать эти модели только на самой странице с GPT. Здесь мы можем нажать, выбрать Preview либо Mini. Сейчас мы сделаем пару запросов, посмотрим, как это работает. Давайте сделаем два таких вот запроса. Просто спросим, как разработать трейдинговую стратегию для торговли криптовалютой на бирже. И посмотрим, как ответит текущая модель Preview и сравним ее с ответом Cloudy Snet 3.5. Делаем запросы. Видим, что уже Cloudy начинает писать ответ. А наша текущая модель Preview все еще думает. GPT-O1 Preview дала более качественный ответ, более развернутый что ли, с расписанными пунктами. Возможно, если вы попробуете сами использовать GPT-O1 Preview, вы сами увидите, как GPT подходит к решению каких-то более сложных задач, да, то есть разбивает по шагам и анализирует, где там что-то она сделала неправильно. И посмотрите еще очень важный момент, да, то есть у нас написано там, думала, 14 секунд, и мы можем нажать и посмотреть, как модель мыслила и что она предпринимала. То есть она выстраивает какой-то алгоритм ответа, чтобы дать более качественный ответ. То есть рассматривает варианты, обобщает идею. То есть здесь было размышление там в 6 шагов, да, для какого-то другого ответа будет еще сколько-то шагов. То есть модель сама разбивает на какие-то ключевые моменты поставленную задачу либо вопрос. В принципе, мы все основные моменты новой версии разобрали, а все ссылки на статьи я укажу под видео. Также помните, что если вам нужна какая-то помощь в разработке проекта, то мы с командой можем вам помочь с этим. Можете связаться со мной в Телеграме, мы обсудим все моменты проекта и сможем разработать. Также, если вы поставите лайк под этим видео, это очень поможет продвижению видео и канала в целом. Всем спасибо за просмотр, всем пока!